15 марта 2003-го в Саранске в третий раз проходили соревнования моржей. Любителей искупаться в ледяной воде собралось много, в том числе молодых моржат. Сначала холодно, потом вылазишь, жарко становится. А еще будешь участвовать в таких соревнованиях? Буду. Начал, теперь уже не закончу. Победители в пяти возрастных группах награждали денежными призами, но главное для морозостойких спортсменов – это заряд бодрости и здоровья. Эпидемия гриппа была, я не болела. Многие наши моржи не болеют. В 2004-м у 21-го дома рушилась стена. Антонина Матвеева накануне Международного женского дня хотела сделать ремонт в квартире, но чудом не погибла от посыпавшихся кирпичей. Начали мы отрывать обои, и все, стена рухнула, вон еще треснула напополам, и оттуда посыпались кирпичи. А начальник пятого участка Виктор Юртаев вместо того, чтобы помочь пенсионерке, нагрубил и нахамил. Я пошла к себе на кухню, а он – ой, да у тебя задница толстая, ты сама сделаешь. Что ты такой, пожилом человек такой. Прямо так он сказал? Да, так он мне сказал. Евгений Симкин нанес грубияну личный визит и уже в первые минуты общения понял, почему жильцы никак не дождутся помощи от начальника ЖЭКа. Особый гнев у начальника вызвало время визита съемочной группы. Обед он у всех обед, а режим питания, как известно, нарушать нельзя ни в коем случае. Мы пришли, значит, во время обеденного перерыва. Я вот его мог не пустить, не послать, извините меня. Вот, и вот, обеденный перерыв, это за фоном, да, обеденный перерыв. С 2005 года единый госэкзамен для школьников стал обязательным. 15 марта выпускники писали пробный ЕГЭ по математике и не скрывали страха перед предстоящим экзаменом. Намного сложнее, больше нервотрепки, куда-то выезжать не со своими учителями. Честно говоря, я бы все-таки остался бы на прежних своих требованиях, то есть на традиционных экзаменах. Но к мнению педагогов, а уж тем более учеников, никто не прислушался. Этих малышей ЕГЭ тоже настиг, но спустя 10 лет. А 15 марта 2005, накануне двухсотлетия Андерсона, первоклашки беззаботно слушали любимые сказки и даже пытались их пересказывать. Жила-была утка, и она родила, в ней вылупились цыплята, все желтенькие, красивые. Герда и Кая жили сначала вместе, а потом Кая забрала снежная королева, и он там заледенел. 15 лет назад в одно из саранских кафе правоохранители вернули бесценную для заведения реликвию – автограф Владимира Путина. И хотя материальной ценности этот лист бумаги не составляет, найти украденную подпись президента России оперативники сочли за честь. Отыскали на редкость быстро, а вот где и как – не сообщили. Но для руководства кафе было важно одно – он вернулся. Для нас была потеря, мы переживали все, и сейчас довольны, что он нашелся. Теперь в истории кафе «12 стульев» есть ровно три знаменательные даты. Первое, когда кафе открылось, второе, когда Путин пришел сюда и расписался на этом листе бумаги. И третье, 15 марта. Этот день сотрудники уже окрестили вторым пришествием Путина в кафе «12 стульев». Людмила Чекал, Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова